МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наше субботнее утро начинается. Всем большой-большой привет! Восполняем запасы жизненной энергии вместе. С вами я, Ольга Нефёдова. Ну а прямо сейчас в полной технической готовности отправимся наблюдать за нелёгким трудом хлеборобов. Посевная стартовала по всей стране. В посевной компании важно всё. Исправна ли техника, хватает ли горючего, всем ли обеспечены работники и в каких условиях они трудятся. Здравствуйте! Расскажите, как у вас с этим? Как готовили технику к посевной? Добрый день! С подготовкой техники у нас, в принципе, всё достаточно хорошо. Технику мы начинаем готовить, грубо говоря, с начала зимы, ну, конец лета, ставим агрегаты, начинаем дефектовать, разбирать, что надо заказывать в запчасти, ну, потихоньку за зиму собираем. Успехы агрокомбината Ждановича кроются в правильной организации работы. Чётко налаженный график, грамотное распределение отпусков, механизаторов, ответственный штат дополнительных ремонтников. Если говорить про команду, да, кто вообще обслуживает технику? Наверняка не только механизатор. Нет инженерно-технической службы полностью. То есть у нас зам главного инженера, главный инженер, заведующий машинным двором, инженера, заведующий ремонтной мастерской. Ну, автогораж тоже, да. То есть свой заведующий автогоражом, свой инженер. А если говорить про условия труда, отпуск, что с ним? Ну, отпуск у нас все, как в любом хозяйстве традиционном, начинают уходить с поздней осенью и зимой. Потому что зимой у нас нагрузка как бы меньше, поэтому, ну, здесь стараемся отпускать. Есть ли что за каждым механизатором закреплен какой-то вот… Вообще, да. У нас за каждым механизатором закреплен свой трактор, свой комбайн, там, свой агрегат. Вот. Поэтому, когда уходит один в отпуск, его техника, как правило, стоит и ждет его. Ну, люди не любят, когда кто-то там лазит, крутит, ремонтирует и эксплуатирует чужое. Механизаторы Дмитрий Дашкевич и Виталий Войтович работают в поле по 12 часов. Здесь же и обедают. Обед у нас вкусный. Привозят нам всегда вовремя. Стараются до 12 часов. Ну, то есть, там, с 11 до 12, чтобы мы покушали. Всегда фрукты на обед дают, стараются, чтобы какая-то витаминка была. Суп у нас обязательно будет идти. Второе, там, кашка, котлета, либо там отбивнушка какая-нибудь. Компот. Булочка, либо сырник, что-нибудь такое. И огурец обязательно свежий, либо помидор. Ну, и апельсинку стараются ложить нам. Сил нужно немало. Капризная погода то и дело подкидывает сюрпризы и вмешивается в график любого хозяйства. Несмотря на трудности, аграрии традиционно дают результат. Во время посевной что сеете, с чего начинаете? Готовим почву, посеву яровых, ячмень, гороху будем сеять. В этом году, вот каков план, что нужно сделать? Ну, надо посеять яровых полтора, кукурузу за 4 тысячи. Работа нелегкая. Не каждый поймет. Сегодня нас задержала погода. Как она таково становится, мы вперед. Дальше продолжим сев. Также семена все протравленные, ждут своего места в поле. Техника готова. Весенняя посевная кампания – своеобразный экзамен. От того, как она пройдет, зависит наша с вами продовольственная безопасность. К слову, в этом году перед аграриями стоит задача обеспечить не менее 10 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур вместе с кукурузой и рапсом. Ну, а теперь вперед и с песней. Карина Ембулаева, Сергей Андрушкевич, Александр Щербаков. Наше утро. График нашего следующего героя расписан на месяцы вперед. Заслуженный артист, или как его еще называют поклонники «Золотой бас» в Беларуси, Андрей Валентий стал исполнителем года и страны-партнера на престижной международной премии. Добрый день, гения! Браво, браво! Его голос слышен и вне сцены. И «браво» в его адрес звучит не только на подмостках. Наш заслуженный артист Андрей Валентий – лауреат престижной премии «Браво». «Золотой бас» – исполнитель года из страны-партнера – Беларусь. В этом году там среди награжденных мэтры мировой музыки. Так композитором года стал человек щедрого дарования – Родион Щедрин. Когда мне начали поздравлять в соцсетях такое количество моих коллег, друзей российских, я понял, что вот в России это премия номер один. В общем, я даже волновался. Начал волноваться, хотя пение было несложное. Варярский гость. Вот, но волновался. Но когда выяснилось, что дирижер года Гергеев, Абдразаков, Перетятько, так урня, Светлана Захарова, Вазиев представил свою балетную пару тоже ведущих солистов Большого театра России. И такой уровень, в общем, премия того стоит. В детстве мечтал стать летчиком. На высоту взлетел оперную. Его служебный роман с музыкой начался в 6 лет. Сначала бас занимался на трубе. И лишь в 25 поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. На подмостках театра при ней у Валентия состоялся и оперный дебют. Под софитами той сцены артист впервые вышел в партиях Мефистофеля, Короля Рене и Собакина. При консерватории Петербургской есть театр. Огромный, красивый. Кстати, первый театр в империи назывался Большой театр. Потом он сгорел, его восстановили. И уже Рубинштейн пристроил учебные корпуса. И этот театр отдали как введение консерватории. И там выступали наши педагоги вместе с нами. И вот первые спектакли мы могли петь уже по состоянию, так сказать, по уровню. Хоть со второго курса мы могли выходить и петь. Заслуженный артист служил многим подмосткам. Блистал и на сцене российского Большого. Там в репертуаре нашего баса около 15 партий. Кстати, в его гастрольном чемодане можно найти и рыболовные снасти. Заслуженный артист, рыбак со стажем. Когда мне предлагают одновременно какие-то контракты, я смотрю в какой-то стране, в каком-то городе, что там есть рядышком море, там озеро, ага, есть хорошая речка. Так, скорее всего выберу это. И действительно есть такое. Астрахани, если звонит мне, я спрашиваю, так, что пошло у вас там? В облах пошло, все, еду к вам. В это время может быть очень хороший контракт в другом театре, поближе где-нибудь там, в Станиславском или в Большом. Такое было. В этом году у заслуженного артиста сразу несколько юбилеев. 35 лет творческой деятельности и 15 служению нашему Большому. Впервые на его сцену в роли солиста театра «Золотой бас» вышел в 2009-м. С тех пор его фамилия в актуальной афише белорусского Большого. Ярослав Брагида, Алексей Шаплов. Наше утро. Доброе утро. Сегодня мы поговорим об одном из самых важных микроэлементов организма человека – о магнии. У меня в гостях находится заместитель главного врача по медицинской части Минского эндокринологического центра Ольга Николаевна Шишко. Доброе утро, Ольга Николаевна. Доброе утро. Магнии. Уже прямо из каждого утюга все кричат о том, что необходимо пить, необходимо пить, да? А как определить, не сдавая анализом, можно ли определить о том, что у тебя дефицит магния? Дефицит магния, как и при дефиците ряда других микроэлементов, нет каких-либо специфических симптомов, по которым можно сказать, все, у меня дефицит магния. Но вместе с тем, если вы ощущаете слабость, утомляемость быструю, нарушение ночного сна, тревожность повышенную, можно задуматься о том, что в организме действительно есть дефицит магния. Также к одним из симптомов дефицита этого микроэлемента относятся и мышечные судороги, как во время, так и после физических нагрузок. Вот на это стоит обратить внимание. А анализ надо сдавать или нет? В идеале, конечно, необходимо сдать анализ для того, чтобы определить его концентрацию. И несмотря на то, что периферическая концентрация магния, она составляет лишь 1% от общего содержания магния в организме, она достаточно ярко отражает необходимость применения дополнительных добавок с магнием. А как правильно восполнять дефицит магния? Ведь есть же разные формы. Насколько даже я, человек не сведущий, знаю, что есть цитрат магния, есть хилат магния, ещё там какие-то части есть. Да, вот как правильно? Да, действительно, есть разные формы магния. И стоит ориентироваться на его абсолютное содержание в тех добавках, либо же в тех комплексах витаминов, микроэлементов, которые будут применяться. То есть мы знаем, что взрослому человеку в среднем необходимо где-то 350-300 мг магния в сутки. И уже исходя из этого, смотреть, какой объём магния содержится в том, что собираемся принимать. Говорят о том, что и пишут о том, что оптимально, конечно, принимать либо же цитрат, и возможный приём и хилатных форм магния. Также стоит обратить внимание на то, какую цель хотим достичь. То есть если это восполнение дефицита магния при физических нагрузках, здесь подойдёт и форма цитрата, и даже форма оксида, но в больших количествах. То есть в большем объёме. А если мы говорим про нарушение ночного сна и восстановить тревожность, улучшить сон, то можно смотреть и хилатные формы магния. Ну, вы знаете, допустим, я тоже методом тыка, да, консультируюсь с врачами по мере возможностей, с провизорами, да, я выяснила для себя, что мне цитрат магния не подходит, потому что у него есть такой, для меня лично, побочка, слабительный эффект. Мне как-то вот лучше хилат, да, то есть, ну вот я просто методом пропо-ошибок пришла к этому. А скажите, Ольга Николаевна, вот как пропивать тот или иной компонент магния? То есть его многие и такие, я не знаю, доктора это или не доктора в интернете говорят, что его надо пить на постоянной основе, да, всю жизнь, грубо говоря. Кто-то говорит курсами, что можете посоветовать вы? Оптимально, вот по всем исследованиям, которые проводились, по изучению влияния магния на различные сферы жизнедеятельности человека, речь шла только о приеме курсовом, то есть в течение двух, максимум трех месяцев, но с той дозировкой, которая упоминала выше, то есть 350-300 мг в сутки. Такие курсы можно проводить два раза в год, чаще не стоит, потому что в целом можно сказать, что магний же, он присутствует и в многих продуктах питания, и при полноценном питании во многом вот этот дефицит магния восполняется за счет продуктов, которые мы употребляем. А еще такой вопрос, вот мне просили задать женщины более старшего поколения, скажите, вот если человек, допустим, пьет панангин, да, калий магний, и ему, ну, проблемы со сном, можно ли ему пить тот же хилат, тот же затрат магния на ночь? Да, здесь, в принципе, добавление магния, оно будет вполне безопасно, а на сон положительно может повлиять и снизить повышенную тревожность. А какие продукты с повышенным содержанием магния, которые усвоятся в организме, существует ли такой какой-нибудь список Шиндлера, вот такой-то вот такой? Ну, действительно, говорят о том, что есть ряд продуктов, которые содержат много магния, и на первом месте здесь стоит какао-порошок. А какао-порошок – это у нас шоколад, поэтому вот как раз-таки применение шоколада, оно может быть оправдано с позиции нормального усвоения магния, но в большом количестве его, конечно, тоже не стоит применять. Морские продукты много содержат магния, могут много... Сеть. Да, совершенно верно. И много магния еще содержится в овощах. Поэтому здесь, когда мы говорим про то, что необходимо соблюдать здоровые принципы питания и обогащать свой рацион овощами, вот как раз-таки восполнение магния тоже имеет место быть. А в каких овощах? Петрушка, лук и все, что зеленое. То есть это капуста, да, и зеленый салат. Я поняла. Сейчас мы с вами ненадолго прервемся и совсем скоро продолжим наше общение о важности магния в человеческом организме. А я напомню о том, что у меня в гостях находится заместитель главного врача по медицинской части Минского эндокринологического центра Ольга Николаевна Шишко. А прямо сейчас, раз, два, на зарядку становись, держим путь в физкультурно-спортивный центр детей и молодежи заводского района столицы. С каждым годом здесь появляется все больше возможностей для самореализации юных спортсменов. Физкультурно-спортивный центр детей и молодежи заводского района начал свою работу еще в 1992 году. Тогда имел название детско-юношеский клуб физической подготовки номер 20 и располагался на базе вечерней пятой школы Минска. А в 2021 году по инициативе главы заводского района Сергея Масляка здесь начались кардинальные преобразования. На базе нашего ФСЦ создана... прошла реконструкция спортивного стадиона, то есть беговые дорожки, волейбольная площадка, баскетбольная площадка. Прошла реконструкция зала игровых видов спорта. И последнее наше достижение – это наш просторный современный зал бокса. В зале бокса на секторе бокса у нас занимается 4 тренера и занимается порядка 120 человек. В зале общей площадью 245 квадратных метров в прошлом году был проведен капитальный ремонт. В центре установили большой стандартный ринг, в помещении новые тренажеры, разнообразный боксерский инвентарь, зеркала для тренировок с тенью. С юными боксерами работают 4 наставника, в том числе и знаменитая династия Корнеевых. На сегодняшний день уже телефон обрывается, родители набирают, и что очень приятно, не только мальчики, но и девочки. Родители набирают, и девчонки желают заниматься боксом. Есть утренняя группа, и есть уже вечерняя. Естественно, мертвое время – это мертвое время. А так, утренняя группа уже последние дни, когда детки заканчивают школу. Все делаем для детей, чтобы им было хорошо, и чтобы страна была здоровая. Не на улице пускай находятся, а в спортзале. Также есть место для ожидания, предусмотренные раздевалки для мальчиков и девочек, кабинет педагогов, душевые, санузлы и инвентарная комната. Все для удобства молодежи, которые тянутся к спорту. Я с детства мечтала заниматься боксом. И вот в этом году я пришла на бокс, узнала, что у нас есть зал на районе, записалась. И вот сейчас занимаюсь вот в этом зале. Я теперь без тренировок, без бокса не вижу дней своих каких-то. Не могу без этого. Боксом занимаюсь уже почти три года. Зал вообще безумно клевый. До этого тренировались чуть в зале похуже. Но здесь все для более опыта, для хороших результатов, много снарядов. С 2021 года физкультурно-спортивный центр детей и молодежи заводского района разместился по адресу улица Краснослободская, 84. В центре проводятся занятия по 20 видам спорта. Действует 115 объединений по интересам, которые посещают почти полторы тысячи ребят. Наиболее востребованные направления – футбол, баскетбол, гонбол и волейбол, а также биатлоны, лыжные гонки, бокс. Мы здесь работаем на результат. Все дети участвуют в соревнованиях. Сейчас у нас будет Республика, 2008-2007 год рождения. У нас четыре человека из зала есть. Есть призеры Республики, победители Республики. Два человека у нас находятся в сборной Республики Беларусь по боксу. Ну, вообще, один взрослый девочка и парень тоже, 7-8 год. Недавно были соревнования, он признан лучшим спортсменом в России на турнире. Такой парень-накаутер. В ближайшей перспективе после завершения капитального ремонта центра планируется расширение сети объединений, создание общего зала по карате и тейквондо, а также открытие новых направлений. В их числе туристическое многоборье и дартс. Также возможно создание платных групп по йоге и женской самообороне. Получит дальнейшее развитие и лыжная база. Тракторы «Беларусь». Этих мощных и надежных тружеников знают во всех уголках планеты. А с недавнего времени каждый желающий может посмотреть, как это чудо техники появляется на свет. Минский тракторный завод распахнул свои двери для посетителей в январе 2017 года. Здесь можно пройтись по улицам предприятия, заглянуть в цеха, где делают детали с точностью до микрона, и даже увидеть, как на конвейерах оживают тракторы с мировым именем. Однако МТЗ проводит экскурсию не только по производству. Пользуется спросом и музей. Здесь не только подлинные исторические документы и артефакты. Есть интерактивные зоны, 5D-кинотеатр и место для проведения поэтических вечеров. За последний год нас посетило более 15800 человек. Уже с января 2024 года к нам на предприятие, на экскурсию по заводу пришло более 3000 человек. Это люди не только, которые проживают на территории Республики Беларусь, но и зарубежные гости, гости нашей столицы, гости нашего завода. Здесь можно не просто увидеть закулисье завода, но и самому попробовать себя в роли заводчанина. МТЗ предлагает даже катание на тракторе и его сборку. Ты приходишь, снимаешь свой деловой костюм, свою одежду, переодеваешься в заводчанина и под руководством старших мастеров на главном конвейере. Ты выполняешь определенные операции. Можешь присоединить выхлопную трубу будущего трактора, установить руль и другие уже операции выполнить. После этого сотрудник новоиспеченный нашего завода получает сертификат о сборке трактора. Сегодня промышленный туризм – это не просто бренд и имидж предприятия, но еще и профориентация. Активно посещают МТЗ школьники. Тут более масштабно, чем я представляла, более много всего. У нас есть много объектов, которые можно посмотреть, и они очень интересны. Трактор очень большой, и я думала, что они будут поменьше. Очень понравилось здесь. Когда я увидела трактора, мне так захотелось на них покататься. Такие интересные, большие очень. А это запросто. Школьникам сначала показывают выставку техники, и потом разрешают сесть за руль. Очень хорошо. Если честно, как мой папа говорил, то что в тракторе может быть удобнее, чем в машине. Очень классно. И так хорошо. Так мягко. Мы бы сейчас хотели просто сеть и поехать отсюда. Куда-нибудь. Промышленный туризм в стране активно развивается. Сегодня более 130 предприятий и организаций совершенствуют это направление. Создана рабочая группа и реализуется дорожная карта по развитию промышленного туризма. Недавно на МТЗ прошел международный семинар «Промышленный туризм как бренд и стратегия». Среди участников – представители туристической индустрии Белоруссии и России. Только в 2023 году объекты промтуризма нашей страны посетили более 200 тысяч человек. А это на треть больше, чем годом ранее. Полина Бойко, Виталий Мотин. «Наше утро». А знаете ли вы, что одна почка состоит из миллиона фильтрующих элементов? А общая длина капилляров в почке, представляете, 25 километров. Трансплантация этого органа, несмотря на сложность, в нашей стране давно поставили на поток. Наш следующий материал о том, как врачи дарят пациентам шанс на новую жизнь. 1970-е. Именно в этом году белорусский академик Николай Савченко выполнил первую в мире операцию по пересадке почки. Событие стало важным толчком к развитию медицины нашей страны. Но операции из-за своей сложности еще долго оставались единичными. Например, в 2006 году в Беларуси выполнялось всего лишь 8 операций по пересадке почки. Сегодня же это наиболее частый вид трансплантации. Если мы будем говорить о 2006 и 2019 годах, то количество операций выросло более чем в 60 раз. И, естественно, основную массу операций по трансплантации органов занимает операция по трансплантации почки. Мы находимся на пятом, в зависимости от года, шестом-седьмом месте в мире по количеству подобных операций на миллион населения. По количеству операций по трансплантации почки от умершего донора. В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии проводят до 360 операций по пересадке почки в год. Самому возрастному пациенту, которому выполнили трансплантацию этого органа, было 78 лет. Все операции по трансплантации и последующая терапия для белорусов бесплатны. Иностранцы же готовы платить немалые деньги за то, чтобы выполнить пересадку в Минском центре. Поскольку ежегодно в листе ожидания у нас пациентов, белорусов меньше, чем наши возможности выполнять подобные операции, мы имеем возможность оказывать помощь гражданам других стран, тем самым зарабатывая средства на развитие нашей трансплантации, на стимулирование зарплаты наших специалистов и на продвижение этих технологий и повышение международного авторитета нашей белорусской медицины. В сентябре 2021 года в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии открылся новый современный хирургический корпус. Здесь же отделение трансплантационной нефрологии. Его задача – подготовка пациента перед операцией по пересадке почки, а также решение проблем после трансплантации. Это прежде всего, конечно, обеспечение раннего послеоперационного периода, та ситуация, когда хирурги заканчивают работу, но орган еще не восстановил полностью свою функцию, мы направляем в это отделение, там имеется опыт, там имеются квалифицированные специалисты, которые делают так, что эти органы, которые трансплантируют хирурги-трансплантологи, они начинают работать соответствующим образом и обеспечивать хорошее качество жизни нашим пациентам. Плюс наблюдение пациентов, плюс лечение тех пациентов, у которых возникают те или иные осложнения, даже не осложнения, связанные с патологией почки, тоже проходят лечение в этом центре. Иностранные пациенты, которых мы когда-то оперировали и которые приезжают к нам как за последние надежды. Средняя продолжительность ожидания трансплантации почки для белоруса – 151 день. Для сравнения, средняя длительность ожидания для гражданина Великобритании на эту сложную высокотехнологичную операцию – более 1200 дней. Доброе утро! Дорогие мои, на выходных самое время задуматься над культурной программой и выйти в свет. И пользуясь случаем, я, Ольга Нефедова, приглашаю каждого из вас в наш национальный академический театр имени Янки Купалы. У нас совсем недавно состоялась премьера под названием «Писаревы именины». Это веселый музыкальный спектакль, где можно посмеяться от души и задуматься над нашей жизнью. Так что приходите! Все артисты без исключения ждут вас, наши уважаемые зрители. А еще больше рекомендаций в нашей афише. Без прошлого нет будущего. Вот почему мы обязаны помнить и ценить подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. Трагическая история пяти зенитчиц развернется на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы в спектакле «Азори здесь тихие». Спектакль о тех, кто отдал свою жизнь за мир на небо над нашей головой. И еще один повод задуматься о родине, совести и о том, какой выбор делает каждый из нас. Давно ли вы были на дне рождения, который к тому же отмечают на сцене Купаловского театра? Время пришло. Постановка «Писаровые именины» подарит вам незабываемые эмоции и хорошее настроение. И есть и куда сходить, и на что посмотреть. Наш культурный маршрут проложен. Красивых вечеров и до встречи. Наше утро. Суббота. И я, Ольга Нефедова, помогу вам быть в курсе событий. Спланировать выходные и поддержать отличное настроение. Наша команда собрала в эфире все самое лучшее за неделю. В народе говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Наши предки-язычники начали давать имена друг другу еще до появления письменности. Присвоение имени у славян всегда носило духовный характер. Предполагалось, что младенец получит особенные силы, жизненное направление. Именем могло стать любое слово, предмет или природное явление. Люди верили в силу природы, была магия, мифология была народная. На жаль, жить все было складанное, много детей народжалось, много помирало. И часто имены давали, заходя из того, что имя тотема, то есть некой сакральной священной живелы, або анемичного предмета, некая рослина, которая была так само сакральной, и выкористовалась в якости имени. И люди думали, что это имя будет напротив життя оховывать их детей. Часто, навык немелогучные имены давались, навык такие слова, и к могилу, смерть могли быть в якости имени, а ле-минавито вот с таких меркований, что эти немелогучные имены будут выкористовываться в якости оберега. Внешний вид тоже мог стать поводом для наречения именем. Например, девушку с черными волосами называли чернявкой. Или же ситуация могла складываться наоборот. Человеку, у которого низкий рост, давали имя Величко. Отдельные физические недостатки также не могли остаться незамеченными. Хромой, косой и так далее. Сегодняшние наши пригожие имены – Михаил, Андрей, Василь, Игорь и так далее – это именовитые имены, которые явились у нас с принятием христианства. Але нашими прадками эти имены не приймалися. И на протягу или недолго часу, на вот, можно сказать, стагодзел, христианские имены и сновали побоч с именными мянушками, да христианскими. То есть человек мог иметь и имя христианское, умовно кажучи Матвей, и иметь другое имя мянушку – Матвей Заяц, або Василь Волк. Это было не прозвище, это было два имени. А вот фантазия советских родителей поистине не знала границ. Некоторые стремились назвать ребенка так, чтобы обозначить свои политические взгляды или жизненную философию. На заре существования Советского Союза была своеобразная мода на составные слова и аббревиатуры. И с именами тогда тоже экспериментировали. По итогам прошлого года самыми популярными именами для детей стали Матвей, Артем, Марк, Михаил, Тимофей, София, Ева, Анна, Алиса, Мария и Ксения. Попытки родителей выделить своего ребенка среди других порой заканчиваются решением дать ему очень необычное имя. Воображение взрослых не знает границ и иногда их даже переходит. В погоне за оригинальностью можно неосознанно сделать только хуже. В последнее время дают такие имена, как Джошуа, Иоанна Фан, Жанния, Луна, Дамиан. С 16 лет ребенок в праме самостоятельно обратится в орган ЗАГСа с заявлением о перемене фамилии собственного имени отчества. И разрешение на перемену фамилии собственного имени отчества может быть дано только в том случае, если для этого имеются уважительные причины. Такими причинами могут быть желание носить собственное имя, фамилию, отчество, соответствующее избранной национальности, либо соответствующее творческому псевдониму, либо по причине неблагозвучия, либо трудности произношения. Если случилось так, что ребенок столкнулся с буллингом, его дразнили, ему давали прозвища, то он начинает делать некоторые выводы относительно своего имени, интерпретировать его, оценивать. И при этом не разделяет свое имя и себя. Он в целом начинает чувствовать себя каким-то неправильным, дефективным, что вызывает негативное эмоциональное состояние и уже напрямую влияет на поведение ребенка. Поддерживает его низкую самооценку, снижает качество взаимодействия с другими, приводит к некоторой дезадаптации в обществе. И вот это уже начинает выглядеть как такое самозабывающееся пророчество, что в моей жизни все не так, потому что имя у меня какое-то неправильное. Имя – первый подарок от родителей, если не считать самой жизнью. Поэтому к выбору имени ребенка стоит подходить со всей ответственностью, чтобы оно было предметом гордости, а не насмешек. А наше субботнее здоровое утро продолжается общением с нашими замечательными гостями. И сегодня в нашей студии находится заместитель главного врача по медицинской части Минского эндокринологического центра Ольга Николаевна Шишко. Ольга Николаевна, едем дальше по витаминам, магниям и иже с ним, если можно так выразиться. Говорят, что вместе с витамином D, который, как выяснилось, необходимо поддерживать нормальный уровень в нашем организме, надо принимать тот же самый магний, что витамин D усваивается при наличии магния. Правда ли это? Отчасти правда. Действительно, если принимаются повышенные дозировки витамина D, для того, чтобы восполнить его дефицит, нужно добавлять и магний, для того, чтобы оптимизировать метаболические процессы. То есть если много витамина D, нам надо, чтобы он хорошо усвоился и запустил те механизмы, на которые он должен работать. Усвоение кальция, укрепление костей, укрепление мышечной ткани. И это все невозможно без достаточного количества магния. Поэтому, да, к витамину D необходимо добавлять и магний тоже. Слушайте, интересно. А какую роль, я знаю, что огромную, но вот хотелось бы вашего подтверждения, магний играет в репродуктивной системе человека? Да, на сегодняшний день тоже достаточно интересные исследования проводятся в этом направлении. И конкретно его роль, что магний влияет на такой-то этап развития человека, еще не установлено. Но вместе с тем установлено, что при дефиците магния хуже развивается скелетная мышечная ткань. Поэтому при вступлении в беременность, при подготовке к беременности, уровень магния должен быть нормальным. То есть какие-то доказанные исследования, они касались только испытаний на животных, когда их лишали каких-либо микроэлементов, в том числе магния, и анализировали, что же происходит. Начиналось и невынашивание могло быть беременности, развитие врожденных пороков, которые касались как раз-таки мышечной и скелетной ткани. Более того, еще обнаружили связь между дефицитом магния и метаболическими нарушениями. Фактически для нас, что это значит, это потенциальный риск развития сахарного диабета у детей, рожденных от матерей с дефицитом магния. Но это прям страшно, правда? Ну, не совсем страшно, потому что на сегодняшний день мы же достаточно хорошо питаемся. Самое главное – поддерживать баланс в питании. А давайте вернемся к нашему обожаемому магнию. Вот пропил человек курс, ну, грубо говоря, 60 дней, да? То есть 2 месяца. Какой перерыв делать? Оптимальный перерыв 4-6 месяцев, то есть чтобы было 2 курса в год. А, вот так. То есть больше там, допустим, на постоянной основе пить магний нет необходимости? Нет, нет необходимости, потому что и передозировка, как и витаминов, так и микроэлементов, она тоже чревата негативными последствиями. А если ты перепил магний, то что может быть? Это может быть повышенная возбудимость нервной системы, более такой ухудшенный сон даже при передозировке магния. Поэтому здесь важно соблюдать баланс. Спасибо большое, Ольга Николаевна, за то, что пришли и просветили нас, потому что ведь мы, ну, наверное, это свойство человеческой натуры, когда ты про что-то слышишь, да, начинаешь, вот, сейчас вот буду пить магний, у меня все будет хорошо. А во всем, опять-таки, нужна доза, да, то есть во всем необходима какая-то умеренность. Я впервые услышала о том, что из-за передозировки магния тоже могут быть проблемы. Спасибо огромное. Я вам самой желаю удачи, здоровья и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. А я напомню о том, что у меня в гостях была заместитель главного врача по медицинской части Минского эндокринологического центра Ольга Николаевна Шишко. Ой, дорогие друзья, я счастлива, а почему? А потому что наши лайфхаки рвутся к нам в эфир. Доброе утро. Обожаемая профессура из блогосферы готова продемонстрировать очередной бьюти-мастер-класс. Говорят, что сейчас очень модны веснушки, да. Лично я, у меня никогда их не было, и я всю жизнь, честно признаюсь, слегка так завидовала тем, у кого они есть. Мне кажется, это очень-очень мило. Так вот, в этом году мода на веснушки. Что же предлагает нам профессура? Да, оказывается, эти самые веснушки можно сделать самим. Как? Сейчас попробуем. Берем мы с вами или брокколи, или цветную капусту. Ну вот, возьмем. Дальше. Ну, давайте оторвем одно сосветие. Ну, судя по всему, это вместо спонжа, да. Ну вот, давайте, вот маленький кусочек. Потом берем любой темный крем, если можно так сказать. Далее берем сосветие, прям вот так вот, 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 вмазываем. А дальше, конечно, я на лице не буду проводить сей эксперимент, вы меня поймете, почему, да. А далее мы берем и наносим на лицо. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Ну, мне кажется, что сейлая хак, если вы используете, уважаемые девочки, дамы, женщины, то у вас будет полное ощущение грязного, немытого лица, а не веснушек. Кстати, я вспомнила, на одних из съемок я играл героиню, мне делали веснушки. Знаете, что делали? Брали раствор марганцовки. Это было лет, наверное, семь-десять назад. Слабый раствор марганцовки, туда опускали на спонж, и вот именно марганцовкой потом мне наносили на лицо. И эти веснушки держались, кстати, пару дней. А с капустой, ну, конечно, не работает. Лучше ее отварить и съесть. Наши утра, суббота, и я, Ольга Нефедова. Оставайтесь с нами, и солнце будет не только на улице, но и в душе. В ближайшее время на телеканале ОНТ вас ждет море позитива и полезной информации. А начнем с нового субботнего изумительного рецепта для всей семьи. Ашхен Пагасян готовит. Мы записываем. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Ашхен Пагасян. И если идеи для приготовления завтраков у вас заканчиваются, то я предлагаю рецепт овсяной каши. Однако не все ее любят, но есть небольшой секрет. Как же приготовить ее вкусно и изысканно? Сегодня у нас шоколадная овсяная каша с черносливом. Что же нам понадобится? Овсяные хлопья, чернослив, шоколад, вода, сахар, корица, какао, соль и ванильный сахар. Приступим к приготовлению. Возьмем емкость. Для того, чтобы овсяная каша у нас получилась более нежной и мягкой, нам необходимо ее взбить в блендере. Итак, нам понадобится примерно 100 граммов хлопьев. Сюда же добавляем немного чернослива. Его необходимо нарезать небольшими кусочками. Это для того, чтобы проще было взбить в блендере. Так, добавляем чернослив к овсяным хлопьям. И к овсяным хлопьям нужно добавить воду. Если у нас 100 граммов овсяных хлопьев, то воды необходимо примерно 200 миллилитров. Но воду мы будем добавлять постепенно. Для начала немножко добавим. Примерно 50 миллилитров. И будем взбивать блендером. Получившуюся массу нам нужно переложить в сотейник. И будем ее варить примерно 10 минут. Так как у нас в каше есть чернослив, сахара много не потребуется. Примерно 1 чайную ложку. И нам осталось в кашу добавить 1 столовую ложку какао. Какао придаст шоколадный вкус и аромат нашей каши. Немножечко корицы. Корица придаст пряного вкуса каше. И чуть-чуть ванильного сахара. Пока каша доходит до готовности, мы с вами натрем на терке шоколад. Аромат от нее, конечно, стоит шоколада. Очень насыщенный. Запах корицы. Ее можно взбить блендером, и она будет более нежной и воздушной. Каша готова. Рекомендую ее посыпать шоколадом. У нас получился очень вкусный завтрак. Почти как десерт. Дети от такой каши точно не откажутся. Да и взрослые тоже. Ароматная, нежная, вкусная каша со специями и черносливом. Это блюдо, которое вы обязательно должны попробовать. И я уверена, вам понравится. Вот такой интересный завтрак у нас получился. Пробуйте готовить что-то новое. Удивляйте своих родных и близких. Вам хорошего дня. Ну, а мы с вами увидимся через неделю на телеканале ОНТ. До встречи. Она знает секреты плодородия и способна удивить даже самых заядлых огородников. Готовьтесь внимать советам профессионала. Доброе утро. Отошли прекрасные весенние праздники. Многих женщин поздравляли первыми первоцветами, луковичными культурами. Например, нарциссами, гиацинтами, которые уже отсветают и возникает закономерный вопрос. Что же делать с ними дальше? Поступить как с обычным букетом? Выбросить или все-таки помочь им засвести в следующем году? Давайте разбираться. Итак, разбираться мы сегодня будем на примере гиацинта. Это луковичное растение, которое изначально не было создано для выращивания в комнатных условиях. А оно было рассчитано для открытого грунта. Поэтому первое, что мы делаем после того, как наше растение отцвело, пересаживаем его в больший объем грунта для того, чтобы луковичка чувствовала себя комфортнее. Специально подготовленный грунт состоит из торфа, циолита, перлита, вермикулита. Собственно, он должен быть по-прежнему рыхлый и питательный. Не забываем на дно горшка насыпать небольшое количество дренажного материала. В нашем случае это обычный керамзит. Затем аккуратно достаем нашу луковичку. Как видите, корневая система здоровая. Об этом говорит белый цвет корешков. И помещаем луковичку в горшок. Неглубоко. Приминаем землю. И ошибочное мнение многих любителей цветочных культур – это оставлять луковички в сухом состоянии. Мы будем поливать луковички на протяжении как минимум следующих двух месяцев, то есть апрель и май. Следующее, что необходимо сделать – это срезать цветонос. Луковичные культуры одинаково хорошо формируют и семена внутри цветочков, и луковичку. Но нам необходимо вызреть луковичку, поэтому укорачиваем цветонос. Что же касается листиков, то срезать мы их не будем. Будем ждать, пока они естественным образом сначала усохнут, а затем будем их удалять. И обязательно предусмотрим подкормку луковички комплексными минеральными удобрениями. Или удобрениями с повышенным содержанием калия. Подкармливать будем водным раствором минимум раз в две недели. И уже где-то в конце мая месяца луковичка будет готова для того, чтобы мы ее достали, обработали антимикробными препаратами и отправили на все лето куда-нибудь в теплое место. Например, под кровать. Вы можете лето спокойно проводить в отпуске, а по приезду в сентябре высаживаются луковички в открытый грунт или в горшок. До новых встреч! Несколько дней насыщенной программы знакомства с промышленными гигантами нашей страны. Машиностроительные викторины на БелАЗе прошел студенческий челлендж. Все подробности у Карины Верховцевой. Идеи, предложения, инновации от молодых и перспективных. Чемпионат под названием БелАЗ-челлендж уже в четвертый раз становится площадкой для встречи единомышленников, студентов профильных университетов. Все эти ребята – будущее горной отрасли, где используется карьерная техника БелАЗ. Жодина объединил молодых специалистов из Беларуси, России и Узбекистана. В этом году 8 команд, более 30 участников. Программа два насыщенных дня. Первый – познавательный. Неотъемлемая часть таких чемпионатов – это, конечно, возможность заглянуть в самое сердце таких предприятий. Для участников обязательно организована экскурсия по огромнейшим цехам. И, кстати, возможность увидеть вживую, как собирают самые большие в мире машины. Карьерная самосвала выпадает далеко не всем. Но участникам чемпионата удалось изучить сборочная цеха. Самые смелые даже попробовали себя в роли слесаря механо-сборочных работ БелАЗа, прикрутив прижим колеса 55-тонного самосвала. Бонусом исторический ликбез. Экспозиция в музее БелАЗа отражает все самые знаковые этапы становления предприятия. По производству карьерной техники завод в топе мировых лидеров. География поставок более 80 стран. Среди амбициозных парней в команде Питерского горного университета есть и девушка. Елизавета Тараприна готова разрушить все стереотипы о том, что большегрузы подвластны только мужчинам. Женская смекалка, эрудиция и любовь к своему делу. Вот и весь секрет успеха. Меня притягивают механизмы, меня притягивает возможность думать в этом направлении, развивать продукцию, развивать в принципе структуру горного дела в нашей стране. Поэтому я очень рада, что брала именно этот путь. Беларусь ребята приехали не только, чтобы увидеть, как создают огромные самосвалы. Каждая команда привезла свои идеи по улучшению техники БелАЗ. Кульминация чемпионата – второй день. Защита кейсов по эксплуатации огромных машин. Главная задача – предоставить решение, которое повысит эффективность, надежность и безопасность большегрузов. Наши студенты параллельно вместе с нами, не зная о наших наработках и достижениях, они уже предлагают эти варианты. И ты когда читаешь, я понимаю, что у нас большой опыт, у нас очень грамотные конструктора. И при этом обычные студенты 3-4 курса предлагают такие же решения данных проблем. Это вызывает гордость для нашего будущего поколения. Команда из Уральского университета, например, предложила свою идею, как можно оптимизировать работу аккумулятора гибридного самосвала. Ведь техника БелАЗ рассчитана для работы в самых экстремальных температурных условиях. Россия достаточно большая страна, в которой очень много карьеров. Подобная техника пользуется большим спросом. И да, этот, наверное, конкурс, данное мероприятие будет всегда актуальным, поскольку каждый год внедряется что-то новое, какие-то новые идеи, задумки. Тем самым они также интересны и у нас, в том числе и на Урале. На следующем этапе участники предложили свой вариант уникальной дополнительной опции для карьерных самосвалов с ее подробным описанием и обоснованием. В профессиональную дискуссию со студентами вступили даже профи в сфере машиностроения и судейской коллегии. Участники продемонстрировали свои способности в решении технических задач, а также попробовали силы в интеллектуальном квизе. Иногда выстреливают такие решения, которые даже не то что сегодняшний день, это уже завтрашний день их конструкторской мысли. Каждым годом мы прям замечаем эту тенденцию. Идеи по внедрению искусственного интеллекта – автономная система контроля температуры аккумулятора. Это лишь малая честь молодежных ноу-хау, которые в перспективе могут взять в разработку на предприятии. Гран-при чемпионата взяла команда из северной столицы России. Главным призом стала уникальная возможность – прохождение стажировки на заводе БелАЗ. Сотрудничество предприятия и профильных университетов разных стран – это крепкий фундамент для успешного развития компетенции специалистов горной отрасли нового поколения. Карина Верховцева, Виталий Мотина и Яна Белковская. «Наше утро». Сейчас все большую популярность приобретает сравнительно молодая наука – нутрициология. Предлагаю выяснить, что собой представляет это направление и почему же оно так востребовано. Темп жизни постоянно ускоряется, и хорошее здоровье, высокая выносливость организма становятся главными преимуществами успешного человека. Знание основ правильного питания позволяет человеку получить более качественный уровень жизни. А также в условиях обилия полезной и вредной еды возникла необходимость в науке, которая бы изучала все вопросы, связанные с питанием. Понимание того, что пища играет в жизни человека первостепенную роль, пришло к нам относительно недавно, когда ученые выяснили, что недостаток питательных веществ приводит к заболеваниям, а их исполнение, наоборот, к выздоровлению. С осознания этого факта и начала зарождаться наука о питании – нутрициология. Это наука, изучающая продукты питания и их состав – белки, жиры, углеводы, витамины и микроэлементы. А также их взаимодействие, усвоение, расходование, выведение и то, какое влияние все это оказывает на здоровье и качество жизни. Становление нутрициологии, как точной количественной науки, происходило в три этапа. Первый связан с развитием в конце 19-го, в начале 20-го века так называемой школы физиологии. Тогда же были сформированы первые представления о потребности организма в белках и энергии. В 20-м веке исследователи по всему миру начали открывать и синтезировать витамины и минералы, а также изучать их влияние на человеческий организм. В то же время стало известно, что кроме макронутриентов и энергии организму требуются витамины. В 50-е и 70-е годы ученые начали изучать взаимосвязь жиров и сахаров с развитием неинфекционных заболеваний, связанных с пищевым поведением. А в 70-е и 90-е годы исследования в сфере нутрициологии главным образом рассматривали взаимосвязь питания и хронических заболеваний. С развитием геномных и постгеномных технологий в 90-е годы стали развиваться отдельные разделы нутрициологии, такие как нейронутрициология, изучение влияния питания на головной мозг, нутригеномика и метаболомика. Нутрициологи занимаются составлением рекомендаций, могут проводить научные исследования, консультируют и участвуют в создании комплексной медицинской программы. Стоит также отметить, что диетолог и нутрициолог разные профессии. Первый занимается непосредственно лечением, а другой – консультированием. Профессия диетолога строго регламентирована. А вот нутрициологом может стать человек с любым образованием, если окончить специальные профильные курсы. Ключевым правилом профессионального нутрициолога является повышение квалификации. Учеба не заканчивается сразу после прохождения курса. Это длительный процесс, который лежит в основе работы специалиста. Если нутрициолог является практикующим специалистом с многолетним стажем, у него появляются направления или ниши, на которых он специализируется. Рекомендую все же обращаться к специалисту-нутрициологу-врачу, поскольку он имеет высшее медицинское образование, а нутрициология – это дополнительная специализация и позволяет заниматься именно лечением и немедикаментозными методами влиять на болезнь. Нутрициолог может также проконсультировать, какие макро- и микроэлементы нужны для обеспечения жизнедеятельности, но при этом не выписывает БАДы, лекарства и не работает с заболеваниями без ведома лечащего врача. Нутрициолог может лишь корректировать дефицит витаминов и минералов, необходимых человеку. БАДы или биологически активная добавка – это вещества, натуральное происхождение, которое призвано повышать защитные функции организма. Биологически активные добавки не заменяют лекарственные препараты, однако дополняют общий терапевтический комплекс. Они решают широкий спектр задач, таких как повышение работоспособности, укрепление иммунитета, усиление питания микро- и макронутриентами, активизация пищеварительных ферментов, нормализация функций желез внутренней секреции, улучшение метаболизма и выведение из организма вредных веществ. БАД – пищевой продукт для восполнения недостатка ряда элементов в организме, но дефицит должен быть обязательно подтвержден, в частности, в лабораторном. Важно понимать, добавки и витамины могут не сработать, если вы их себе назначили сами, а в худших случаях только навредят. Нутрициолог будет кстати, если вы хотите изменить свой рацион питания, страдаете от заболеваний, связанных с пищеварением или иммунной системой, имеете проблемы с весом или желаете, в общем, поддерживать себя в тонусе. Специалист поможет разработать индивидуальную программу питания, учитывая особенности организма и заболевания, если они есть. Дополнительно проконсультирует на что именно обратить внимание в составе продуктов, разбираться в степени вредности различных загустителей, красителей, консервантов и прочих добавок. Еще раз здравствуйте! Вас утомили предсказуемые повороты в популярных картинах? Тогда вам точно к нам! Я подскажу фильмы, от которых невозможно оторваться. Итак, начнем с советского фильма «Ширли Мэрли». Сюжет картины закручивается вокруг похищения гигантского сибирского алмаза. Интересно, что после фильма «Любовь и голуби» режиссер Владимир Меньшов 10 лет не садился в режиссерское кресло. Не было подходящего материала, пока сценаристы не попросили его подконнектировать слегка комедию о братьях-близнецах. Фильм поставил рекорд по количеству звезд советского кино. В комедии «Ширли Мэрли» снялось целых 9 народных артистов СССР. Идем дальше. Российская драма «Воздух» – история девушек-летчиц растрогала больше полутора миллионов зрителей. Съемочная группа использовала динамические макеты реальных самолетов и гигантские экраны, на которые проецировалось изображение, совмещенное с компьютерной графикой. Такое решение применили впервые не только в России, но и в Европе. И завершим комедии 2017 года под названием «Жили-были». В маленькой и уютной деревушке, где время тянется медленно, и жизнь протекает размеренно, три одиноких сердца сошлись в непредсказуемой истории. Создатели комедии вдохновлялись советскими фильмами «Белые росы» и «Любовь и голуби». Интересно, что локация для съемок нашлась лишь спустя три месяца упорных поисков по всей России. Помог случай – кинематографисты заблудились в лесу, сбились с тропы и неожиданно наткнулись на старую деревню. Так что приятного просмотра. Ну а мы продолжим наш исторический экскурс, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Знакомимся с лицами Великой Победы. 22 июня 1941-го застала командира 28-й танковой дивизии Ивана Черняховского в Литве. На него двигались войска Эриха фон Манштейна, которого называли лучшим полководцем Гитлера. Тогда 35-летний полковник Черняховский перешел в контратаку. Военная машина Манштейна отступила. Так будущий советский генерал вошел в учебники по истории единственным командиром, кто в первые дни войны перешел в наступление. Он встретил войну на Северо-Западном фронте и достаточно успешно участвовал в оборонительных боях. То есть к 1944 году он имел такой достаточно богатый военный опыт. И, кстати, в первые дни начала операции «Багратион» он получил очередное звание генерал армии, что тоже свидетельствует о его способностях и таких способностях по управлению войсками. С именем полководца связана и оборона Воронежа. В этих боях немецкие генералы делали ставку на Блицкрик. Черняховский поступил так же. И его войска пробили линию фронта на 90 километров. Армия Черняховского нанесла сокрушительный удар немецкой военной машине и в битвах за Курск. Город освободили всего за день. Талант полководца отметили. И с конца апреля 1944-го он возглавил Третий Белорусский фронт. Ну, еще я должен сказать, что при подходе к Минску в районе Березины, Борисова, состоялось несколько танковых крупных сражений войск Третьего Белорусского фронта. Потому что после неудач немцев под Витебском с Украины были переброшены танковые дивизии для усиления группы армий «Центр». Именно в районе Минска, Борисова и танковые части Третьего Белорусского фронта, прежде всего Пятая гвардейская танковая армия Ротмистрова, столкнулась в таких достаточно сильных боях, крупных боях с этими танковыми подразделениями немецкими. И, в общем-то, не с вами большой урон. 23 июня 1944-го Третий Белорусский перешел в наступление. Гитлеровцев окружили в районе Витебска. И попытки врага вырваться из Витебского котла не увенчались успехом. Армия полководца двинулась к белорусской столице. Она вместе со Вторым Белорусским фронтом взяла немцев в знаменитый Минский котел. В окружении оказалось около 100 тысяч гитлеровцев. Из них большая часть также была уничтожена, часть была взята в плен. И, соответственно, 3 июля 1944-го года войска Третьего Белорусского и Второго Белорусского фронтов освободили город Минск. После этого Черняховский со своими войсками двигался уже в сторону Вильнюса для освобождения литовских территорий. Его называли советским Суворовым. Черняховский ни разу не уступил противнику на поле боя и был самым молодым командующим фронтом во время Великой Отечественной войны. Генерал армии погиб при освобождении Польши. Там, где сегодня пытаются переписать историю и сносят памятники советским воинам-освободителям. Черняховский не дожил до получения бриллиантовой звезды маршала Советского Союза всего 5 дней. И почти 3 месяца до Великой Победы. На календаре суббота. А это значит, что к нам в гости приходят люди, которые делают удивительные вещи своими руками. И сегодня в нашей студии находится мастер-ремесленник Анна Ященко. Аня, доброе утро. Доброе утро, Ольга. Это вы все сами делаете? Эту красоту? Да. Слушайте, Аня, ну я удивлена на глубину души, потому что я пока рассмотрела вот их и продолжаю еще рассматривать, они все какие-то живые. Они все какие-то просто вот какие-то родненькие. Вот тот господин Щелкунчик. Аня, это все началось со Щелкунчика? Нет. Или нет? Расскажите о начале. На самом деле, все началось у нас старый деревянный дубовый стул. Мы с мужем увидели и решили его отреставрировать. Вот примерно с этого момента и началась наша совместная деятельность. А потом как от реставрации стола? А я понимаю. Так бывает. Вдруг вы пришли к тому, чтобы делать вот эту вот красоту все? Да. Мы сначала делали своим деткам игрушки. Родились маленькие детки. Мы начали им изготавливать грызуночки. Все натурально. Хотелось, чтобы было натуральное для своих деток. Подвесочки красивые в люльку. И после этого уже, когда у наших стало много изделий, мы решили, что надо как-то делиться с миром. Да. И все люди начали дарить сначала друзьям. Они начали это как-то оценивать, говорить, а почему вот вы не участвуете со своими работами где-то? И мы такие, действительно, а почему не поучаствовать? И вот первая выставка у нас это была «Чаробный млын», на котором мы делали таких маленьких на Новый год дедушек. Зюзик. Да, 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 вот как раз таки. Вот, и продавали их очень удачно. И нам тогда наши покупатели сказали, а где щелкунчики? И мы тогда первый раз вот изготовили по классическому щелкунчику. Это классический по Гофману, кругленький. Вот у него рычажок. Ой, гляньте, можно я покажу это? Полностью губовый. Это все покажу. Вот он, видите? Слушайте, он настоящий, действительно. Обалдеть. Тут полностью все выточено. Какой красавец. А это вы все руками делаете? Да, это все ручная работа. Вместе с мужем? С мужем, да. Слушайте, удивительно. А вот этих покажите мне. Сейчас расскажу про других. Рассказывайте, да. Вот этот классический по Гофману, да? Да, да. Все же читали, все вдохновлены. А вот этот у нас тоже классический, но уже по мюзиклу, по-российскому. Такой вот смешной, квадратный, но очень любимый и родной, правда? Да, но он какой-то такой, знаете, очень обаятельный. Да, да, да. Вот он какой-то обаятельный. Даже с хвостиком у него есть и бантик. Вот, посмотрите, что это. Ой, глаза какие? Ваши глаза? У всех ваши глаза. Я вот заметила, голубые. У авторов так бывает. Да, да, да. У всех ваши глаза. А кто глаза делает? Вы или вы, да? Понятно. Я думала, супруг, но я понимаю, что это ваши глаза. Ань, а как, вот сколько по времени, ну, может быть, от того момента, когда вы стали своим деткам делать, да, до вот таких реальных, красивых, настоящих? Ну, рост, он же постепенно идет. Конечно. И не хочется никогда останавливаться, хочется усовершенствоваться. То есть, ну, примерно, наверное, лет пять у нас так точно ушло. Да, вот и до. Мой взгляд, как девочки, независимо от возраста, приковывает вот эта вот голубоглазая курица. Что это за мадумазель или мадам? Расскажите, с бусиками. С бусиками в косынке, в горошек. И вообще она у нас очень модная. Да. Это курочка. Ой, ресницы какие, гляньте. Да, все по моде. Да. Так, значит, эта курочка у нас непростая. Показывать буду держать, хорошо? Да, она секретиком. Да, потому что она внутри пустая. В нее можно пасхальное яйцо. Яйцо, да. Или киндер-сюрприз, как детки сейчас делают. Слушайте, ну как это красиво, как это чудесно придумано. Казалось бы, просто, но вместе с тем, как-то вот так хорошо и мило, действительно, можно пасхальное яйцо положить или киндер-сюрприз потом уже, да? Да, да, да. Ой, ну курица, ну это же какая-то красота. Красотка, да. И тоже голубые глазки, слушай, как здорово. А вот то, что, объясните мне, вот это. О, это тоже пасхальное украшение. Интерьерное, да? Тут у нас красивый мистер-кролик. И это тоже яйцо. Слушайте, как здорово. То есть, когда я замер... Вы знаете, какая тенденция украшается хорошая? То есть, это праздничное, да, пасхальное. Можно сюда вставить яйцо пасхальное, и оно бутро... А это рядышком поставить. Когда пасха закончилась, то можно просто вот взять... И для украшения. И для украшения интерьера. Слушайте, как здорово придумали. А что это? Из чего вот дерево легкое такое, что это? Вот на данный момент это, по-моему, сосна. Сосна, да? А эти дубовые. Ну, легче оно тогда будет. Или ольха. Рассказывайте про грибы. Так, грибы, это у нас осенняя тема чаще всего. Мы делаем и мухоморы, самые популярные. Это у нас как? Какой гриб? Отгадывайся. Это у нас... Все белорусы должны знать. Ну, вы знаете, я понимаю, что все белорусы. Ой, 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 какой сделан. Листик подскажите. Слушайте, это подберезовик, подосиновик. Точно? Подосиновик, да? Нет. Ой, точно, какая красота. А что внутри? Внутри у нас есть рассказ. Да. Тут живет мышка. Ага. Готовит пирожки. Да. И когда... В печь. Да. Так? И когда она их готовит, из печи идет дым. Продемонстрировать? Давайте. Давайте. То есть, это не просто у нас подосиновик, да? Нет, это ароматический. А-а-а. Это домик... Домик карсонажа. Давайте-ка расскажите мне. То есть, вот так мы снимаем, нет? Или как? Снимаем. Вот, давайте, готовьте. Так, это чья-то зажигалка есть. Слушайте, как интересно. А-а-а-а. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой, вкусно. Слушайте. Запах подобран тоже. Очень хороший запах, потому что я очень-очень сложно отношусь ко всякого рода благовониям. А-а-а. Гляньте, дайте-ка этот гриб уберем. Посмотрите, какая красота. Это ведь подарок такой, если сделать. Ну, это чудо какое-то еще детство. Слышно? А-а-а. Слушайте, она готовит, да? Да. Ня-ня. Мышка. Которую можно представить. Гляньте, идет пар. Ну, это красота. Как вы здорово придумали. А это что за красавец такой? А это у нас тоже рождественский палец. Да. Он символизирует... Слушайте, какая класса. Наверное, Рождество символизирует. Вот. У него на плечах сидят снегири. Да. А из души тоже выходит дым. Он как смотритель города. А-а-а. То есть точно так же. Можно туда внутрь. То же самое. Это тоже не просто... Это ароматически. Это все. Да, 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 да. Слушайте. А? И туда, да? А давайте переложим. Давайте. Я и хотела предложить. Давайте. У Анны Николаевны. У Анны Николаевны заберем. Заберяем. Она вообще все приготовила, что нам нужно было. Слушайте, давайте. Вот. Так. Я боюсь, что у меня получилось. Не-не-не, все получится. Конечно. Вот, гляньте. Слушайте. Какая прелесть. А я обожаю эти эмоции. Какое счастье. Гляньте. Правда, мы возвращаем в детство, да? Это здорово. Это здорово. Слушайте, это такая прелесть. Причем из ушей. Он с трубкой. Очень вкусная ароматизированная свеча. Очень. Это редкость, допустим. Гляньте. Ань, как вы здорово. А кто это придумал? Это вы придумали или ваша супруга? Расскажу так. Да. У меня муж, когда идет к себе в мастерскую, я никогда не знаю, что он мне принесет. Это всегда какие-то сюрпризы. И что самое интересное, он никогда не использует никаких лекал. Да. Он не рисует, эскизов у него нет, и сам подгоняет все детальки каким-то для меня, честно говоря, как инженера. Каким-то волшебным способом. Слушайте, ну это вообще удивительно. А дети как относятся к вашим вот этим вот красотам? В этом году у нас средний сын пошел в школу. Угу. У вас трое? Трое. Три сына. Старшему 18. Старшему 18? Да, а младшему 5. Я думал, сейчас скажешь, старшему 8. Нет. Среднему будет 8 скоро. И значит, он пошел в школу, и когда у них там в школе идет периодически тестирование, и спрашивают, что нравится детям, и он в своих, от своих ответок написал, что труды. Вот у них столярная мастерская в школе, и он очень хочет папе подражать. Слушай, как здорово. И сказал, что это вот мой самый любимый предмет. Ну, конечно. Как здорово, как здорово. Нет, мы все родом из детства, и когда вот у нас в студии находятся в гостях ремесленники, педагоги приезжали к нам, которые с любовью делают вот свое дело, и это ведь так здорово, что дети заражаются и заряжаются именно вот этим. Мне кажется, у них ничего лучше в мире, поэтому здорово. Здорово. Ань, мне сказали, что вы построили на собственные деньги детский школьный городок в Смолевичах. Да. Это так? Так, в нашей деревне, но как бы не скажу, что прям на собственные деньги. Это были деньги, полученные вот как раз с нашей первой выставки на Млыне. Мы заработали тогда достаточно много. Ну и плюс были спонсоры, люди, которые нам помогали, которым откликнулось наше желание помочь. И, соответственно, вот с общими усилиями кто-то может тебе саморезов принести, жменю, а кто-то может финансово помочь. Ну, в общем, по-разному. Вот, соответственно, да, у нас получился очень красивый школьный городок. До сих пор мы ходим, проверяем, чтобы все было в порядке. А как дети это восприняли? Были дети, которые, ну, это уже старшеклассники, которые приходили, когда муж строил со старшим сыном, они приходили и помогали. Они отпрашивались там от физкультуры, от трудов, и учителя к этому лояльно отнеслись, спокойно разрешали, и они приходили, помогали. И бетонные столбы заливать все вместе, ну, где-то что-то придержать. То есть для них это было важно, что они участвуют, что они принимают участие в жизни своей школы. Здорово. И давайте еще о брошах. Вы делаете броши, да? Да, параллельно я занимаюсь кожей, мехом. Когда у вас на все хватает времени? Моя самая большая мечта – это иметь еще две пары руки, и чтобы в часах... Растянуть время, да? Было не 24, но хотя бы 48 в одном дне. Вот такие вот василечки. Это из кожи, да? Да, да, да. Какая красота. Кожа, беконусы, вот они разных цветов есть. Тоже, как здорово. А это что за мыши там лежат сложенные? Это не мыша. Или кто это? Белочка. Зайчик. Пасхальная и вербочка к ним. Извините, я говорю о мыши, но не хотела их обидеть. Он не обиделся. Ой, как здорово. То есть у вас есть вот сейчас, я понимаю, какая красивая верба. Ой, ну как мышонок, на самом деле, да. Зайчик. Он зайчик. Я поняла. Гляньте, вот такая пасхальная тематика. Как здорово. Ой, какая вы молодец. Он еще петюшок. Вижу, тоже. Он тоже пасхальный. Или курочка. Здорово. Да. А расскажите мне, пожалуйста, вот в чем уникальность? Я понимаю, что ты сделала своими руками, но в чем уникальность? Во-первых, уникальность именно в моих работах, что я кожу использую. Я хожу по ателье. Они, конечно же, продают мне, наверное, эти обрезки кожи тонкой. Ну, я знаю уже определенные места, где что можно купить. И, соответственно, получается, что вот одна из таких вот важных моментов, что все безотходно. То есть, что мех, это скорняжные отходы, которые можно тоже в любом ателье купить. Они очень рады будут, что они избавятся. А я буду рада, что это не пропадет. Не пропадет, да. И что из этого можно создать. Вот как это вот, да? Также из дерева. Это очень красиво. Из него же могло бы стать дровами, а стало изделием. А станет и, возможно, наверху. Вот и эксклюзивность. Ой, Аня, спасибо вам огромное. Вот прям вот порадовали душу, взгляд. Я думаю, не только мой, но и всех тех, кто нас смотрит. Я желаю вашей замечательной и творческой семье процветания, процветания, еще раз процветания. А я напомню о том, что сегодня у нас в гостях была мастер-ремесленник Анна Ященко. Ой, наше эфирное время, к сожалению, не резиновое. Не могу я его растянуть. И на сегодня оно подходит к своему завершению. Проведите эти весенние выходные на высоте. Ну, а с вами была я, Ольга Нефедова. Встретимся уже в апреле. Пока!